Добрый день, уважаемые дамы и спада, с вами Константин Белый и вы на канале Печи и Котлы по Белому. И мы продолжаем говорить о наших печах, о наших котлах. И сейчас я отвечу тем людям, которые говорят о том, что я сильно лукавлю, когда рекламирую свои печи и котлы, когда я рассказываю, что в данном случае были вопросы по печи казачка, как люди говорят, что я сильно преувеличиваю значение. И они вот, кстати, тут как раз сравнение не с обычной стальной печью, а с кирпичной сделали они, что кирпичная печь оказалась у них выгоднее, чем наша печь казачка. В чем секрет? Они говорят, что ваша печь казачка стоит 70 тысяч, дымоход к ней стоит 50 тысяч, и после этого плюс какие-то расходники там на монтаж, я не знаю, какие они там расходники, и того они еще там 30 тысяч приплюсовали, и того получилось у них 150-160 тысяч, мол, печь требует казачка для того, чтобы ее установить. Начинают считать они кирпичную печку, там 30 рублей за штуку, я правда не знаю, где они нашли хороший кирпич 30 рублей за штуку, уже таких цен давно нет, ну ладно, тысяча штук, там 30 тысяч, плюс там туда-сюда всякие расходы по 10 тысяч на всякие там оснастку, и работа печника, они берут вообще, как говорится, я не знаю, он задаром собрался работать им, что ли, работу печника они берут, что печник им сделает там за 100 тысяч, да, ну я вам скажу, я не найду, вот в нашей зоне я не найду за 100 тысяч печника, у нас печник 300 меньше не подходит, все, 300 меньше не подходит, ну ладно, пускай, и он примерно делает сравнение, что примерно вот как бы одинаково, но разве можно сравнить кирпичную печь, мол, с остальной по ее пользе, а давайте мы пользу, у меня есть видео, где я рассказал немножко о пользе, вот посмотрите, а сейчас я расскажу немножко об экономике, о которой люди не говорят, так вот, если вы поставите нашу печь казачка, она вместе с дымоходом будет служить долго и счастливо, ну я не знаю, какую именно он там взял, 70 тысяч, ну это классика, которая служит где-то лет 15, вот 15 лет вам служит классика, за 15 лет вы дров на классике, там нужно посчитать арифметику, несложно, потому что у каждого свои дрова, допустим, на дубовых дровах, я знаю, там 10 килограмм хватит, ну 15, 15 это много, 10 килограмм хватит на одно парение, ну 12, вот, одно парение можно тут же умножить и получить, плюс, я не знаю, цену у вас, у нас куб дров стоит 5 тысяч, вот, и соответственно, если я 5 тысяч, у меня где-то в году это 50 парений, и я вот эти, мне 5 тысяч куба дров хватит, ну, на год хватит, а что будет с вашей кирпичной печью? В вашей кирпичной печи, ее нужно 6 часов топить, а нашу печь нужно только чуть-чуть подготовить и все, поэтому я ничего не лукавлю, все это уже обсчитано, давно обсчитано, просто-напросто я же говорю, что мне нужно, чтобы, вот, как некоторые говорят, я одно время выдавал цифры более точные, но люди нам говорят, вы неправильные цифры, поэтому давайте ваши цифры, я вот за то, что ваши цифры, вы дайте мне ваши цифры, сколько у вас стоит дрова, сколько у вас стоит монтаж, все, и вам более точно посчитают, но я знаю точно, что если вы поставили печь казачку, поставили на нее дымоход, это будет служить 15 лет, и вы не будете заглядывать, не в дымоход, потому что сажи там не будет, не в печь, потому что прогаров не будет у нее, она будет служить и служить, и будете только париться, ну, закладывая дрова, вынося золу. Что же будет с кирпичной печью? Через год вы начнете ее ремонтировать, подмазывать, постоянно, не говоря о том, что сколько она съездает дров, она за два года съест стоимость печи казачки. Можете посчитать. По вашим расценкам, может быть, будет три года. Ну, а дальше что? А дальше прямые убытки. Поэтому вы, когда хотите выбрать хорошую цену на печь, вы должны комплексно смотреть. Не подходите, вот, стоит 70 тысяч дорого, я возьму за 10 тысяч. Или 70 тысяч, а, я могу кирпичную печь присложить примерно за 70 тысяч. Не получится. Вам нужно взять комплексные затраты на все года эксплуатации. Когда вы посчитаете, и вы поймете. Некоторые говорят, ну, у меня нет сейчас этих 70 тысяч, чтобы заплатить за вашу печь. Да, но у вас они будут, когда у вас горит баня, да? У вас там они появятся? А от кирпичных печей бани горят. От нашей печи казачка. Ни одного случая. И что? Что мы сравниваем, понимаете? Экономика должна браться полноценно на весь период эксплуатации. Вы же, когда берете кредит, вы же его раскидываете на весь период кредита, а не то, что вы считаете, а вот завтра мне нужно его отдать. Нет, вы отдаете его. Так и тут. Вы раскидываете затраты на весь период. И понимаете, где вы экономите, а где вы съедаете. Так вот, кирпичная печь в разы, далеко в разы, она будет дороже любой печи. Хоть чугунной, хоть стальной. А вот наша печь казачка из всех будет самая дешевая при длительности эксплуатации. Вот такая экономика. Вот такая цена хорошей печи. Вот так вот. Поэтому я отвечаю тем людям, которые возмущены, почему у нас цена большая. А если вы посчитаете, то в нашей печи ведь три конструкции. Сама печь топка, плюс парогенератор, плюс колпак для дожика. Три. Три устройства. В одной печи. Три. Об этом почему-то никто не замечает. Плюс тому, что металл туда закладывается. Самый лучший, который нужен для бытового эксплуатации. При том, что даже несмотря на то, что мы используем 430 IC430 сталь, казалось бы, она таких вот для бытовых щадящих режимов. Она используется в коммерческих целях. И вот, пожалуйста, у нас уже 4 года баня-капитан топит печь. Великолепно. Коммерческая баня. 4 года печь работает. И только на 4-й год они заменили дымоход. Ну, как вам? Поэтому хотите хорошую печь? Садитесь, считайте экономику. Не можете посчитать? Дозвоните. Мои телефоны везде. Вот мне позвоните. Я вам посчитаю. Все точно до копеечки. Какая печь выгоднее? И вы поймете, что мы не лукаем. Мы продаем самые выгодные, самые надежные, самые безопасные, самые функциональные печи казачка. Считайте это рекламой. Но это правда. Потому что мы все это пропускаем через себя. Мы не менеджеры, которые стоят, вчера конфетой торговали, сегодня печами, и рассказывают, какая печь лучше, а у него даже бани нет. А мы все это через себя пропустили. Поэтому я отвечаю за каждое свое слово. Все вам добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok